Мы приветствуем Зафара, интересуемся, готовлю к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Посмотри визуально, что-нибудь видно, Вера? Видно, у него красный дракон, энергия его грудной чакры. Хорошо, вытаскивай красного дракона, силой моего намерения кидая в клетку тюрьму. Надоело. Он в клетке, он пытается огнем защищаться. Агрессировать в нашей комнате диагностики? Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Пошел процесс. Стоп, он потому что не понял даже где он. Выключай печать. Немножко трясет его. Хорошо, еще будешь пытаться огнем кидаться, я тебя накажу. По-настоящему. Понял, красный дракон? Ты находишься на чистке. Ты находишься на чистке. Ты вошел в чужое биополе. Сейчас тебя вытащили. Будешь отвечать на все вопросы. Еще кто-нибудь есть? Что-нибудь мешает? Посмотри, Вера. Нет, ничего не вижу больше. Даю команду. Начали три сканер сканировать. Пространство над головой Зафара под ногами. 360 градусов вокруг него. Сканер сканировать все 7 тонких тел Зафара. Находит все. Какой у нас красный дракон, Вера? 34,85. У Зафара я больше не вижу ничего. И в голове у него есть как пустота или что-то, энергии какие-то. Вытаскиваем эту пустоту. Включаем внутренний амбилосфет. Зафар выдавливает из себя эту пустоту. У него, знаешь, выходят как записанные слова. В голове они постоянно находятся. Выдавливаем, все это выходит. До 100%. Шар вышек. Отправляя шар в клетку тюрьму. Если кто-то связан с этим шаром, с этими энергиями, выстраивается канал от него и притягивает всех ответственных. Стоят в клетке тюрьмы. Это привычка, которая прописана у него в голове. Значит, он должен выписать эту привычку со своей головы. Ему нужно чаще показывать фотографии, начиная с рождения. Да. Где он был счастлив, где семья вместе. Чтобы у него позитив нарабатывался. Мы об этом, по-моему, говорили в первом нашем сеансе при его чистке. Значит, у нас один канал и один красный дракон. 34.85. Сколько ты находишься в этом биополе? Еще шар с этими мыслями прописанными. Хорошо. Под шаром открывай воронку в галактическое дро. Шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растаряй. Готово. Итак, красный дракон, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Четыре идет. Четыре дня. Четыре дня. Где ты подключился? В доме у него стоят платы. А значит, у тебя платы находятся в доме. Сколько ты сам присутствуешь в этом доме со своими платами? Он в мужчине находится. Хорошо. Мы сегодня чистим этого мужчину, поэтому я не вижу смысла тебя отпускать. Он увидел чистой энергии и подключился к нему. Понятно. Не подумавший о последствиях. А они есть. Красный дракон, как ты видишь, правильно? Он не подумал о последствиях. Ничего не предвещало его поимки. Ну, дракон 3485 уровня все-таки должен как-то чуть понимать. Если бы там стоял 120-й дракон, я бы мог еще... Он расслабился. Он давно там. Тебе не надо было заходить в это биополе. Я понимаю, что ты там долго находишься. Сегодня мы будем чистить и квартиру, чистить этого мужчину. Поэтому ты остаешься здесь 4 дня. Ты что-нибудь успел установить в его биополе? Нет, он пока только огнем его жалко изнутри. Включая внутренний белый свет, за фару этим светом выдалит из себя. Все негативные патогены, низкоэбрационные. Остаточные энергии от красного дракона. Все это выходит. Также его собственные негативные мысли. Программа все выходит. Шар вышел. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Ты не синхронизировал. Ты не синхронизирован с ним? Есть связь. Тонкая, но есть. Даю команду на рассинхронизацию с Зафаром, с красным драконом. На счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Я мало очень. На 4 дня он просто не успел. Дай ему еще неделю, и все было бы нормально для него. Хорошо, даю команду с Кеннером на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии Зафару отстегнуть все каналы к интерференту. 1, 2, 3. Удар отлетает каналы, отстегивается. Есть. Открывая воронку в галактической дроне, уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Здесь мы сделали. Давай сейчас сделаем следующее. Ставлю монитор. Нам писали, что Зафар слышит какой-то мужской голос. Давай посмотрим эту ситуацию. Появляется эта ситуация. Кого он слышит? Он много голосов слышит. Там кишит в квартире. Есть демон. Другой демон или тот демон? Нет, другой. Скорее всего, он его поэтому и слышит. Хорошо, Джафар. Есть портал, с которого смотрит еще один демон. Там кишит. Чувствует, во-первых, не только голоса, но и передвижение их. Энергии. Их видно по видео. Зафар, давайте мы заправим вас энергией. После этого сразу перейдем к чистке вашего отца. И после этого чистке вашей квартиры, чтобы закрыть все порталы и выгнать всех сущностей. Итак, посмотри, сколько энергии нужно Зафару и какая частота вибрации. На счет 3 макушку головы Зафара начинает поступать 7 высоко вибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Для структуризации энергии Земли и космоса, воссоздания защитного каркаса в его биополе, активируется Меркаба. Меркаба активирована. Подключаю ее. Готово. И оставляю в его биополе копию печати дракона. Печать дракона появляется, активирую ее. Готово. Хорошо, дракон, если бы ты увидел эту печать, ты бы зашел. Смотря как она выглядела. Ну, как это выглядит? Потому что ты же знаешь, что печати активируются от намерения. Сейчас твое намерение стоит, но оно ненадолго. Это верно. Это его данное намерение должно быть. Я ему показал, как это делать. Как и заправка энергиями, это все в его руках. Значит, мы на этом закончили. Зафар, как вы себя чувствуете? Мне нравится эти энергии, я чувствую их чистоту. Вы должны ими заправляться. Вы этого еще пока не делали. Вы должны визуализировать этот процесс. У нас есть на канале видео, обучающие видео, как сбрасывать негатив. Чувствуете неприятное давящее чувство. Выдавливаете его в шар. Открываете под ним воронку. Скидываете и закрываете этот шар. И закрываете эту воронку. Я пока еще не до конца себя контролирую. Эти мысли еще контролируют меня. Хорошо. Кто-нибудь еще мешает активно этим мыслям? Вернее, кто-то способствует, что эти мысли появляются? Или эта причина лежит сейчас на настоящий момент в вас? Как вы думаете? Этих мыслей больше, чем всего остального. Вы можете точно так. Зафар, вы можете эти мысли свернуть в шар, открыть воронку, скинуть этот шар вместе с этими мыслями. У вас голова будет чистая. Чем чаще вы будете это делать, тем у вас будет чище голова. И когда-нибудь это закончится. Буду стараться воспользоваться этим советом. Старайтесь. У нас вся информация на канале есть. Обучающие видео. Посмотрите. Там вам можно получить, подчеркнуть информацию, которая вам будет полезна на настоящем этапе. Хорошо. Возвращаем туда Зафара в его систему Биороба Душа. Мы на месте. Мы приветствуем Алишера. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверю, раз уже доверил. Пусть будет так. Хорошо. Вера, посмотри визуально, что-нибудь видно? Что мешает сканированию? Ну, от него энергии тут такие волновые какие-то. Так ничего не видно, ни конструкции, ни подключек. Хорошо. Причина этих энергий, откуда излучатель подсвечивается красным цветом его биополе. Видишь, четко ясно? Интерференты. По чакрам. А, по чакрам. Итак. Даю команду на счет риска. Он расканирует пространство над головой Алишера, под ногами. 360 градусов вокруг него. Алишера находит все. На него демон 14. Да. Джин. Какое? 51,20. Полу или уже золотой? Нет, он еще синий. Показывает он, что начинает переходить на другую ступень обогащения. Он говорит, поменять цвет. Дальше стоит красный дракон. Который у нас в клетке, да? Да. 34,85, да. Кто еще? Арахноид у него. И все. Кто из присутствующих есть еще в квартире, которую мы сегодня чистим? Арахноид, латы дракона, джинн и демон. Все присутствуют в квартире. Вам там не скучно в квартире все вместе? Не тесно? Там вкусно. Второй вопрос. У кого из вас есть контракт с Алишером? У демона. Контракт. Хорошо. Больше никого? Нет. Тогда начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Команда тонкой копии Алишера спроекцирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в его биополе. Каналы выстрелить, сущности каждый подходит к своему каналу. Команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии от всех негативных программ, негативных мыслей в хорм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Алишеру. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним, усилий потоки в 50 раз. Дима, сколько ты находишься в этом биополе? Сколько у тебя контрактов? Давно нахожусь. Так мы уже и прижились друг с другом. Лет 18, наверное. 18 лет. Да и где ты его подловил? Это была какая-то просьба или ты сам вошел? Не знаю, как описать. Это было обоюдное согласие. Жалобы с его стороны, понимание с моей. Хорошо, ты его на жалости подловил, когда он свою жизнь или себя жалел. И что ты ему предложил? Защиту? Что-то другое? Конечно, демоническую защиту. Ты так и сказал, что она демоническая? Ну, не совсем. Ну вот, я об этом и говорю. Силу я ему предложил. Силу. Но не говорил, какого мира? Зачем? Ну да, противоречит твоей сущности. Идем дальше. Джин, 5120. Сколько ты находишься в этом биополе? Из сущности. Это они сущности, а я демон. Хорошо, пусть будет так. Итак, Джин, сколько ты находишься в этом биополе? Восемь лет. Как ты зашел? Что у тебя там было? Какая причина? У меня одна причина. Зарабатывание золотых монет. Я знаю твою причину. Ты к нему подошел с каким предложением? Или ты просто вошел в его биополе и заставлял его работать? Именно так. Много работы делать для того, чтобы он... Потенциал у него, работяги. А мне такое и нужно. Хорошо, ты использовал этот потенциал. Рутина. Работает постоянно, денежки делает. Не думает переключиться, не думает расшириться, отдохнуть. Убегает в работу. То есть убегает. В принципе, да. Получается так, что это по-любому тебе на пользу. Чем больше человек делает каких-то действий, тем больше он вырабатывает. Это моя стабильность. Тем больше он вырабатывает энергии. И эти энергии Джин потом в состоянии конвертировать в золотые монеты свои, которые он получает, которые он может распоряжаться по своему усмотрению. Красный дракон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Пять лет. Пять лет и арахноид. Сколько ты? Тринадцать. Как долго? Тринадцать лет. Хорошо. Как у нас с реверсом пас? На энергии тянутся. Куда идет больше всего? Я сейчас арахноида смотрю. У него энергия темная такая идет. Спутанная вся от головы. Ну, а сейчас мы арахноида и спросим насчет его черной энергии, спутанной. Что это за энергия арахноид? Как она воздействовала на Алишера? Ну, он показывает, что это паутина, которая несет свою энергию, и он полностью заплел его голову в эту паутину, окутал ей. А на физическом плане что он ощущал? А он не менялся много лет. Алишер? Имеется в виду, его мысли не менялись. Он даже не пытался перестроить или подумать, что это может быть по-другому. А, протоптал дорогу и пошел по ней? И все, других дорог не существует в жизни, да? Так. Ну, понятно. Так легче. Так легче и интерферентом входить в биополе человека, который не готов что-либо изменить. Или хотя бы посмотреть, может быть, он что-то неправильно делает в этой жизни и попытаться это изменить. Тем самым остается очень мало шансов для него и больше шансов для всех присутствующих в этой клетке. Скажешь, как ревер закончился. А закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Алишер забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли. До последней капли возвращает Алишер себя обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. И усилие потоки в 50 раз. Демон, скажи, там много порталов в квартире? Он задумался. Для него много и мало понятия. Ну, хорошо. Растяжимые достаточно портала. Достаточно. Чтобы хватает всем. Просто нам говорили, что эту квартиру кто-то пытался чистить или чистил. Ты ничего такого не заметил? Он смеется. Хорошо. Ну, у демона здоровый смех. Громкий. Я люблю пошутить так же, как и он. Грубо, громко. Чтобы было мне весело. А с утра этот скандал устраивает твоя привычка, да? Или его? Ну, он показывает, как он с ним сроднился, как говорит Эмин. Переплелся здесь. Нет уже моя его. Ну, вот я поэтому и спрашиваю. Я потому что сам не вижу этой грани. И мне кажется, что он не понимает, где его мысли, а где твои мысли. Реверс закончился. Начинаем тогда с вытаскивания того, что осталось. Арахноид, выходи. Убирай всю свою паутину. Вытаскивай иголки. Ты делал кашу в голове у него? У него была запутанность в голове. У него стандарты. Это каша вся, но она в стандартах. Вот эта сетка, которая внутри, она имеет четкие границы и сплетения. И по ним ходят его мысли. Поменять их он даже не думает. Шаг влево, шаг вправо он даже не думает. Все понятно, хорошо. Можно по-другому. Его и так устраивает. Это называется идти по пути наименьшего сопротивления. Обычно такая тенденция заканчивается печально. Потому что нам за нашу жизнь, за наши энергии надо бороться, Алишер. Я поэтому говорю. Вы чуть позже будете читать манифест. Там стоят эти слова, что вы берете ответственность за свою жизнь в свои руки. А какую же вы ответственность берете, если вы даже не допускаете вариант какого-то параллельного развития событий? Равно это вытащилось. Отлично. Следующий у нас по списку красный дракон. Выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад и докладай готовности к проверке. У него плата как спираль. Причем она занимает, начиная от третьего глаза, спускается через горло, сердце и до оранжевой чакры идет. Спираль это вышел он, вынес ее. К джину выходить не надо, джин собирай всю свою пыль, ничего не забывай, докладай готовности к проверке, приступай. У него как воронка до середины, снизу до талии, грубо говоря, включая руки. Понятно. Готово. И демон. Демон, выходи, вытаскивай свои подключки, отключайся полностью. У него в ногах как трон, на котором он сидит и управляет. Если есть контракт, можете трон поставить. Скажи ко мне, демон, есть ли лярва в биополе Алишера? Есть. Где? Спина и грудь. Хочешь получить их? Давай. Сначала вытаскивай все, что я оставил на своей чистоте, докладывай, я дам отдельную команду, приступай. Так вытащил уже. Разрешайте забрать эти лярвы, забирай, ничего не оставляй, возвращайся назад. У него грудь, у него наверх идет она горло и язык. Язык это от слов, которые Алишер говорит. Поправь меня, демона, если это не так. Острый язык, он говорит. Все снял. Рассинхронизацию мы сейчас по-любому не сможем провести, так как существует действующий контракт между Алишером и демоном. Я обращаюсь к Алишеру. Алишер, вы понимаете, что вы заключили контракт с демоном? 18 лет он находится в вашем биополе. Да ничего я не заключил. Контракт есть, тем не менее. Он объяснил, как это произошло. Это могло быть спокойно и в состоянии сна, что скорее всего и было. Так как контракт существует, его нужно расторгнуть. Для того, чтобы его расторгнуть, вы должны взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Вы готовы это сделать? Готов. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Алишер взял ответственность за свою жизнь в свои руки и выразил это намерение. Я говорю вслух, его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я, Гента, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У него два договора. Один с демоном, другой с драконом. Так, дракон. Я смотрю, ты меня обманул, да? Ну что ж. Не обманул, он умолчал. Он договорился с ним на все эти чакры, потому там никого и нет. Хорошо, я тебя предупреждал, любой обман будет здесь наказан. Достаю печать дракона, включай на полную мощность, пока не упадет. Он ждет, опять он второй раз ее уже получает. Я же не могу ничего сделать, если у дракона в голове нет понимания, где он находится. Выключай печать. Третий раз, если я включу тебя, разорвет дракон. Потерял силы. Поехали дальше. Пусть повторяет за мной. Внутри, с этими энергиями. Пошел возврат энергии. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро. Произвожу сброс всех отработок, всех аннулированных контрактов и договоров. Закрываю, печатаю, растворяю. Аннулировано. Готово. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию. Алишера с демоном, джином, красным драконом, арахноидом. Пошла рассинхронизация до 100%. Есть. Даю команду скэнера на контрольную проверку. Пошла проверка. Чувствую. Помогаемая энергия отстегнуть Алишеру все каналы к интерферентам. На счет 3-1-2-3 удар. Отлетает канал, отстегивается. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал выходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все прошли проверку. Демон контракт аннулирован. У тебя больше нет здесь. Никаких оснований пребывать. Но я полагаю, тебя интересует эмоциональный фантом. Хочешь его получить? Хочу. Выходит эмоциональный фантом Алишера. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкое абрационное эмоциональное. Абрационное имбрис генерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня клубы. Клубы. Фантом из клубов состоит. Алишер, эти энергии эмоциональные вы сами сгенерировали. Вот так вот вы изнутри выглядите. Вы готовы отказаться от этих энергий? Готово. Сворачиваете энергии в шар. Забираешь демон? Забираю. Отправляю демона. Готово. Итак, демон, джинн, арахноид. Я сейчас открываю два портала. В один пойдет арахноид. Портал открывается в квартиру. Вы собираете все, что вы там оставили. Второй портал для джина и демона. Я прихожу, проверяю и отпускаю первый раз вас на вашу чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается два портала в квартиру Алишера. В один идет арахноид. В другой идет демон и джинн. Закрывай, опечатывай, расторяй оба портала. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Ли, посмотри, пожалуйста. У меня дракон здесь стоит. И 3485 был подключен к двум душам. Пять лет сидит в биополе. Он меня обманул. Мне пришлось использовать печать дракона. Он сказал, что он умолчал. О контракте своем. Посмотри, нет ли там, пожалуйста, еще что-то за ним. Может, он не в первый раз такое делает. Контракт заключает его отпускай. Хорошо. Пока ему еще рано куда-то уходить. Красный дракон. Сейчас я тебе открываю портал в квартиру. Ты, как все собираешь, снимаешь все свои платы. Я проверяю и отпускаю тебя на твою чистоту в первый раз. Тебе это понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Алишера. Красный дракон уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Клетка пустая? Да. Хорошо. Поехали по частотам. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Алишер, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Не знаю, не могу описать. Энергии в мне другие. Плакать хочется. И радостно в то же время. Отлично. Это ваши родные энергии. Так они выглядят. И все, что вы ощущаете, это чистота в вашем биополе. Без всяких контрактов и без этих четырех сущностей. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Отключаясь от объекта. Квартиру ты видела. На счет 30 стейдж перед входной дверью. Квартиру Алишера. Ты перед входной дверью. Да, я здесь. По всему периметру. Пошел процесс. Входи в квартиру. Здесь, в общем, от входа в квартиру идет такой, как канал. Напротив там зеркала. И вот этот канал, это портал такой, как вагон. И от него такой кул идет. Им пользуются все подряд. Ты видишь этот портал? Да, видишь? Хорошо. На счет три. Заливай его. Один, два, три. Полностью. Готово. Открывай под порталом воронку в галактическое ядро. И все это уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Какая тишина в этом месте сразу. Клетка восстановилась. Портал это, как и есть, лифт. Постоянное движение. Кто у нас там? Значит, арахноид. Арахноид. У него маленькое потомство с ним рядом. Хорошо. А дальше гуманоид. Гуманоид. А дальше красный дракон. Джин. Демон. Бес. Или черт, не пойму, какой-то он. Шесть. Бес. И две воронки. Все. Под воронками открывай портал в галактической ядро. Они уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Арахноид и все собрал? Ну, он показывает. Все собрал. Он потомство собрал. Больше в эту квартиру и в биополе не приходи. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирай, что принес. Уходят на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Красный дракон. Ты все снял? Ну, он уже не может обманывать. Он снял все полностью. Хорошо. И красный дракон еще должен дать слово красного дракона, что он больше в это биополе и в эту квартиру никогда не придет. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирай, что принес. Уходят на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Джин, ты все собрал? Показывает тоже, как он втягивал все, отключал, все собрал. Хорошо. У меня нет основания тебя задерживать. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Забирай, что принес. Уходят на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Демон свой все собрал? Ну да. Хорошо, вернемся к гуманоиду. Откуда ты гуманоид? Не понял вопрос. Откуда гуманоид? С какого ты объекта? Из тех, которые нам известны. Орион. Орион. Как долго ты находишься в этой квартире? И почему? Плата у него стоит. Какая цель подключки? Соединена плата. И что это плата? С установкой. Что это плата? В одном из членов семьи. В одном из членов семьи. Женского пула, я полагаю, да? Да. Все понятно, хорошо. Контракт есть у тебя с этой душой? Нет. Выходи, снимай все свои платы, отключайся полностью. Возвращайся назад, приступай. И генератор свой снимай тоже. Значит, у него спальня. Да. Здесь на стене над кроватью красные какие-то часы, что ли. Круг красный. Он как-то подключен к этой платье. И как он подключен гуманоид к этой платье? Ну, он как портал сделал эти часы. Он куда-то уходит дальше и его эти энергии передает через них. Хорошо, пусть снимает. Снял. Под часами открывай воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, мне нужно запрос сделать. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли, на связь. Ли, у меня здесь гуманоид с Ориона находится в квартире. Платы мы сняли, но он еще находится в каком-то члене семьи. Заказа у меня на эту душу нет. Член семьи должен свое намерение выразить. Да, я вам чищу сейчас только квартиру. У тебя есть какие-то вопросы или меня отпускать от этого гуманоида? На данный момент отпускай. Гуманоид, я полагаю, это не последняя наша встреча. Если ты синхронизирован, наверное, Катя, будет нелегко рассинхронизироваться. Знаете, я предупредил, если такой заказ поступит, я тебя вытащу снова. Тогда уже будет совсем другой разговор. Ты готов уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте гуманоида. Забирай, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Весь в твоя очередь выходи. Собирай все свои одеялки, сеточки, комочки, все, что ты раскидал, все свои ловушки, подключки. Возвращайся назад, докладай готовность к проверке. Приступай. У него по полу в основном. Ну, а где еще? Там, где люди ходят. Наступил и крик начался. Демо свое все собрал, да? Демо собрал, ждет стоит. Хорошо. Хорошо, кто мне сейчас покажет из вас порталы? Вы хотите получить негатив в квартире? Да. Бес покажет. Пошли, бес, показывай порталы, я их закрываю, потом соберу вам негатив. Ну, он идет в коридор, портала там нет уже. Ну, а что ж такое бес? А куда же он делся, а? Часы тоже нет в портале. Что такое? Ну, ты посмотри. Туалет с левой стороны, внизу стена. В этом месте внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку. В чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Дальше. Здесь в одной комнате, самой в середине прямо, как заходишь, там круглый портал вниз. Внизу открывая воронку в галактическое ядро, и портал этот засазывается вместе со своим фантомом и частицами. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо. На кухне, стена напротив, дверей получается. Тоже внизу портал. В этом месте внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Все. Возвращаемся к клетке в тюрьме. Даю команды у нас четыре из каждого чувства. Ну, шары, они вытянутые такие, как овалы, два большие. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Второй овал делю на две равные части. Демон, бес, собирайте. Да. Отправляю каждому по его половине. Готово. Найдите себе новое место обитания, я все здесь буду запечатывать. Все понятно? Да. Открывается внизу два портала, один на чистоте демона, один на чистоте беса. Демон забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Бес забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. И сверху ставлю две огненные пентаграммы. Есть. Под клеткой открываю воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Есть. Мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.